Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Курс на гражданскую продукцию. Глава Чувашия встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Бизнес против власти. Предприниматели и чиновники встретились на футбольном поле. Последний раз в 11 класс в школах республики прозвенел последний звонок. Предприятия оборонно-промышленного комплекса в перспективе должны выпускать не менее 50% продукции гражданского назначения. Как заводы республики будут реализовывать эти планы, обсуждалось на встрече руководителей предприятий с главой Чувашии. Задачу сосредоточиться на диверсификации поставил президент страны. По прогнозам, через три года доля государственного оборонного заказа начнет снижаться. Свободные ниши должны занять все другие разработки. Большинство оборонных предприятий республики уже реализуют проекты для гражданской промышленности. И заводам под силу нарастить свой потенциал, отметил глава региона. На самом деле, даете хорошие результаты, победами соответствующей статистики. Вы, участвуя на разных конкурсах, в этой конкурентной среде, выигрываете. Почему? С одной стороны, цена и качество, если взять параметры, на что вы акцент делаете. Но, с другой стороны, к вам огромное доверие и уважение со стороны государственных заказчиков, потому что выполняете все те обязательства, которые берете на себя. Когда нужно, соответственно, трудовые коллективы работают и в выходные дни. Когда нужно, в круглосуточном режиме работают, увеличиваете уровень заработной платы своим работникам. Это тоже значимо для нас. По прошлому году в составе 32 232 рубля. В прошлом году большинство оборонных предприятий сработали с плюсом. Шесть заводов республики заключили более тысячи контрактов на сумму 20 миллиардов рублей. Ковровая дорожка и живая музыка. Все в лучших традициях. В столице Чувашии открылся 10-й Чебоксарский международный кинофестиваль. В первый же день кинопоказ ленты известного российского режиссера Александра Прошкина «Чудо». Кинозал обновленного Сеспеля не смог вместить в себя всех зрителей, а их было более 500. Особенно настойчивые стояли в лестничном проходе. Среди них оказались и наши корреспонденты. Увидеть чудо воочию собрались несколько сотен чебоксарцев. Кинолента режиссера Александра Прошкина была удостоена специального приза за режиссуру «Серебряный Георгий». Кинопрокат фильм вышел в 2009 году. Как он создавался вспоминает продюсер «Чудо» и один из членов жюри фестиваля Дмитрий Перкулов. Рабочее название фильма было «Чудо». И столько чудес произошло от того момента, когда был открыт сценарий и до того момента, когда фильм вышел на экраны, что мы решили его так и оставить. Сюжет на грани фантастики, в котором правда сопряжена с вымыслом. И уже не важно, чего здесь больше. Вера, надежда и любовь сотворили чудо. Вернули к жизни главную героиню по имени Зоя. Одни считают, что фильм о вере, другие, что о времени и политике. На открытии фестиваля выступили творческие коллективы республики. Напомним, что в программу 10-го Чебоксарского международного кинофестиваля входит показ игрового кино. Отдельного внимания заслуживает национальный кинематограф. Попасть на киносеансы смогут все желающие. Вход, как обычно, свободный. Президент России Владимир Путин представил к ордену почета главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ о присвоении высокой награды опубликован на официальном сайте Кремля. Как следует из документа, Владимир Путин оценил трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю работу Михаила Игнатьева. Михаил Васильевич на протяжении многих лет выстраивает взаимодействие с общественностью, с общественными организациями. Умеет построить диалог с простым народом. Поддерживает некоммерческие организации. Мы, как общественная палата, это очень четко ощущаем. И вот, как мне кажется, именно это позволило оценить деятельность Михаила Васильевича на столь высоком государственном уровне. Во-первых, хочу поздравить Михаила Васильевича. А во-вторых, я хочу сказать, что всегда, когда я еду в Чебоксары, то всегда думаю с улыбкой, что вот Михаила Васильевича встречу. Потому что, ну, он такой молодой, целеустремленный, напористый. И всегда, как-то, находясь с ним рядом, испытываешь какое-то вот хорошее чувство. И понимаешь, что вроде бы как бы занимаешься чем-то важным. Он помогает в организации фестиваля. Генеральный уборка – так называется один из новых проектов Общероссийского народного фронта. Его суть – выявление несанкционированных свалок и полигонов. Увы, в Чувашии тоже есть что убирать. Во время одной из экспедиций представители русского и географического общества только в пределах одного сельского поселения Урмарского района обнаружили четыре свалки. Подробнее в сюжете. Участники экспедиции «Казанский рубеж», маршрут которой проходил по нескольким районам Чувашии, искали на местности рвы, окопы и дзоты, оставшиеся со времен Великой Отечественной. А нашли мусорные завалы. Мы обнаружили в ходе экспедиции порядка десяти захороненных территорий свалок. Это в каких районах? В районах Марпосадском, Козловском, Урмарском. Только в районе Большечайкинского сельского поселения таких территорий четыре. Среди привычных бутылок, консервных банок, продуктовых упаковок и строительного мусора можно найти останки домашних животных и скота. Глава администрации сельского поселения отмечает, в его полномочиях только призывать население иметь совесть. Профилактику мы ведем, но штрафовать мы не имеем. Таких у нас помолчи нет. Были случаи, мы фотографировали. Все вот эти фотографии вывешиваем. В общем, где у нас есть иметься доски, объявления, вот туда мы выставляем. Но на каждом собрании, сход граждан, мы насчет этого работаем. Они информированы, что выбрасывать мусор нельзя. Но все-таки это продолжается. Я думаю, этот вопрос надо решать как-то комплексно. Тут надо и финансирование дополнительно, и вот этот площадок надо. Все захламленные территории, которые обнаружили участники экспедиции, уже отмечены на интерактивной карте свалок. Это специальный и открытый интернет-ресурс проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». С помощью него каждый может сообщить о нелегальном складировании мусора, указав координаты свалки и прикрепив фото или видеоматериалы. Местные представители ОНФ обязательно проверят поступившую информацию и в случае подтверждения инициируют процесс по уборке территории. На сегодняшний день на карте свалок отмечено более 32 объектов. Продолжают поступать обращения, так как в зимний период карта не настолько активно пополнялась данными в связи с тем, что территория была заснежена. Первые результаты уже есть. К счастью, администрация Вурнарского района, Олековского района на обращение Общероссийского народного фронта отреагировала довольно оперативно. И те факты, которые были обозначены жителями Чувашской республики в части захламленных территорий, были ими устранены. К сожалению, не всегда оперативно реагируют органы местного самоуправления на те обращения, которые поступают со стороны граждан и активистов ОНФ. Мы намерены этот вопрос в ближайшее время обсудить с руководством региона. Ждать встречи долго не пришлось. Там, где глава сельского поселения понимает проблему, там этих свалков в разах нет. Там, где глава районной задачи стоит, там обувозятся. Мечки сегодня работают. Но на сегодня, Михаил Ильич, проблем есть. Михаил Игнатьев поблагодарил фронтовиков за сигналы для органов власти. А чтобы персонализировать ответственность за свалки, предложил ввести классификацию муниципалитетов. 291 сельское поселение, которое входит в муниципальное образование. Или городские округа, вместе с городскими сельскими поселениями, или муниципальное образование. У нас должен быть рейстр. В красной зоне это грязные сельские поселения, или даже не организовали работу по вызову мусора. Потом оранжевые, чистые и полугрязные, так скажем. Ну и самые-самые лучшие, зеленым цветом должны быть. Персонализация ответственности должностных лиц и федеральные проекты. Совместная работа общественников и правительства должны дать результат. Но и правила, чисто где не мусорят, никто не отменял. Отношения между Россией и Турцией налаживаются. Благодаря снятию ограничений в торговле между двумя странами появилась возможность дальнейшего сотрудничества. Расширение горизонтов партнерства между Турецкой и Чувашской республик обсуждали на встрече генеральный консул Турции в Казани Турхан Дельмачи и глава Чувашия Михаил Игнатьев. На встрече обсудили вопросы расширения внешнеторговых связей и перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере. Михаил Игнатьев отметил, что в 2016 году внешнеторговый оборот между Турцией и Чувашией составил более 2 миллионов долларов США. В этом году наша задача увеличивать внешнеторговый товар-оборот. И я настроен на то, чтобы создавать хорошую, комфортную среду для предпринимателей Турции. Какие идеи есть у предпринимателей, какие предложения есть, я буду помощником для того, чтобы вести от начала до конца, снимая все бюрократические проволочки. Чувашия планирует увеличить объем за счет экспортных поставок химической продукции и электротехники. По словам генконсула Турции, Чувашия является одним из приоритетных регионов для партнерства. «Мы рады быть в Чувашии. Нас объединяют годы сотрудничества, которые мы намерены планомерно развивать», отметил генеральный консул Турецкой Республики в Казани господин Дильмач. Напомним, что в апреле этого года в МИДе России состоялась презентация Чувашской Республики, которую также посетил чрезвычайный и полномочный посол Турции Хюссен Дириос. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Чувашия по итогам первого квартала года вошла в число регионов, где сеть МФЦ работает наиболее эффективно. Так это или нет, проверяли мои коллеги. Теперь за правами не нужно идти в ГИБДД. В многофункциональных центрах принимают заявления на замену или выдачу международных водительских удостоверений. Жители Чувашии уже начали пользоваться этой услугой, причем не только в столице. МФЦ в Маргаушах также работает по этому профилю, причем успешно. Практически все услуги сейчас востребованы. Во-первых, это, конечно, федеральные услуги, регистрация права на недвижимость, кадастровый учет, услуги МВД очень активно идут, пенсионного фонда. За пять месяцев здесь было принято 7 тысяч обращений по 152 услугам. Это один из самых первых многофункциональных центров в республике. И несмотря на то, что все больше жителей района обращаются за помощью, очередей здесь нет. А для тех, кто не имеет возможности приехать в районный центр, работают офисы в модельных библиотеках. В сельских поселениях на базе модельных библиотек тоже самое принимают специалисты заявления. В основном это касается, конечно же, муниципальных услуг, услуг сельского поселения. Там же выдают обратные документы, которые по заявлениям. В Чувашии 94% населения могут получить государственные и муниципальные услуги в одном окне. Например, в Чебоксарах работают два крупных многофункциональных центра. Кроме них есть еще несколько офисов. Их работы оценивают в первую очередь жители города. Мне нравится график работы с 8 до 8. Если эти ведомства, там график работы такой скользящий. У нас, например, там все длины рабочие или первая, вторая смена. Многофункциональные центры позволяют избежать походов по различным ведомствам. Позже работать будут по модели жизненной ситуации, когда все необходимые госуслуги можно будет оформить одним заявлением. А уже сейчас в правительстве принято решение развивать экстерриториальный принцип работы центров. Сегодня, конечно, это начальная стадия. Не все 100% услуг мы сразу можем по принципу экстерриториальности реализовать. Но, скажем так, часть услуг уже не первый год реализуется, ну скажем так, в границах Чувашской республики. Житель города Ядрина может смело приходить вот сюда по адресу Эгерский бульвар и оформлять все услуги по Чувашской республике. Евгения Фандеркина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в школах республики начались линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году в Чувашии последний звонок прозвенит для более 5000 11-ти классников. Этот звонок последний в их школьной жизни. Поэтому на празднике прощания с детства радость всегда сопутствует с грустью. Здорово, что ребята так выросли. Впереди у них новая жизнь, но связь с товарищами они терять не хотят. Настоящая дружба появляется. Пускай некоторые ребята, конечно, не выдержат и уходят, но вот те, которые остаются со мной с самого пятого класса, они настоящие товарищи, которым я могу доверить себя и своих близких. Родители тоже в этот день вместе со своими детьми. И волнительно, и тревожно. И в то же время и радуешься, что он уже вырос, тем более в стенах этой школы. Возмужал, многому научился, самостоятельности, ответственности. Та база, которую ребята получили в стенах республиканской кадетской школы, помогает им определиться с дальнейшим выбором. Я научилась правильно маршировать, правильно собирать, разбирать автоматы, научилась вязать узлы, семафоры. Я тоже научилась только в этой школе. И я считаю, что это все мне поможет в моей будущей профессии, так как я хочу стать военна. Уходит уникальный класс. В этом классе 22 ученика. И практически 70% этих детей хотят поступать в военные учебные заведения. Я желаю нашим детям только успехов. Пусть на их пути не будет трудностей. Пусть их мечты сбудутся. Они обязательно поступят. А наши двери, наши школы всегда для них открыты. Правда, двери в скором времени будут уже совершенно другими. Ведь к сентябрю 2018 года запланировано построить новый кадетский корпус, который расположится в Новоюжном районе. Повысится планка и для поступающих. Отбор станет куда серьезнее. В Чебоксарах прошла первая международная олимпиада школьников по чувашскому языку и литературе. В интеллектуальном конкурсе приняли участие более 50 школьников-студентов очно и более 200 с помощью интернет-трансляции. На какие вопросы отвечали участники, смотрите в нашем репортаже. Девятиклассник Павел Васиков приехал в Чебоксаре из Татарстана. Он победитель региональных олимпиад по чувашскому языку. Перед началом конкурса очень волнуется, но уверен, что это не помешает ему справиться с заданием. Чувашский язык – это самый родной. Это тот, который вселяет гордость, когда слышишь родную речь. Это речь мамы, это речь отца. И поэтому самая дорогая мне. Вопросы несложные, говорят организаторы, особенно для тех, кто хорошо знаком с чувашской литературой и владеет чувашским языком. Вопросы связаны, конечно же, с чувашским языком, с чувашской литературой и историей родного края. Их мы оцениваем по стобальной системе. Испытать свои силы решили школьники и студенты из Москвы, Татарстана, Пашкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Дистанционно участвовал даже знаток чувашского языка из Турции. Победители получили дипломы и ценные призы. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Между тем, в Республике готовится к летней оздоровительной кампании. И вот не очень приятная новость. Временно закрыт детский оздоровительный лагерь «Бригантина». Из-за нарушения санитарно-гигиенических стандартов. В водопроводной сети обнаружены бактерии. Только на прошлой неделе в «Бригантине» юно-армейцы состязались в силе и ловкости на 49-х играх «Зорница и орленок». Именно в эти дни в воде обнаружили вредоносные бактерии. Игры завершить не удалось. Чтобы участники не подхватили инфекцию, их пришлось вывезти из лагеря. Руководству детского оздоровительного лагеря «Бригантина» выдано предписание об устранении нарушений. Предложено устранить причины загрязнения воды. Привести дезинфекцию, промывку водопроводной системы и организовать контрольное исследование качества воды. Я думаю, что крупных аварий на сети в этом лагере нет. Привести дезинфекцию, промывку не занимает много времени и не составляет большого труда и больших денежных вложений. Поэтому при хорошей организации работы вполне можно устранить нарушения и получить соответствующую воду. Как только причины загрязнения устранят, «Бригантина» снова заработает. Успеет ли администрация устранить нарушения до 1 июня старта оздоровительной кампании? В соответствии с законом о защите прав потребителей мы будем защищать потребителей, которые оплатили свои путевки, чтобы они получили компенсацию за ответствующую. Лагерь может отодвинуть срок открытия первой смены. С нашей стороны, в свою очередь, всем руководителям лагерей были даны предложения до открытия лагеря провести все подготовительные мероприятия. В основном эту работу руководители проводят. Что случилось в этом лагере, пока что нам до конца неизвестно. И наши специалисты там продолжают проведение проверок. Завтра, 24 мая, на Красной площади столицы в час дня выступит сводный детский хор Чувашия. В него вольются голоса 600 детей из Чебоксарного, Чебоксарска, Канаша и Чебоксарского района. В концерте примет участие также Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Организаторы концерта приглашают всех горожан завтра в 13 часов на Красную площадь. К другим новостям. Деревне Алешкино в Ядренском районе исполнилось 250 лет. По этому поводу жители устроили праздник. Праздник начался с красочного шествия по деревенской улице. Каждая семья подготовила для участия в нем родовое полотенце, чтобы каждый гость увидел, сколько людей живет сейчас в Алешкино, какие летописи пишут со старожилами. День деревни у околицы открыли стеллу. На ней дата основания, название и символ деревни, чтобы потомки не забыли. В праздновании дня рождения участвовали профессиональные самодеятельные коллективы из Чебоксар-Ядрина. Жители организовали выставку своих работ. Для детей работали детские аттракционы. Мужчинам была возможность посоревноваться в силе и ловкости. К празднику подготовили даже почетные грамоты. Бизнес против власти на футбольном поле. В день массового футбола в России состоялся товарищеский матч между предпринимателями и представителями власти республики. В красно-синей форме представители власти, в чисто красной их соперники предприниматели. По результатам жеребьевки команда власти получила право первого мяча. Предприниматели смогли выбрать себе ворота. Спустя несколько минут после начала игры именно в эти ворота стали влетать мячи. Опасные моменты возникали у ворот синий-красных. Ситуацию спасал ныне начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар, а в прошлом футболист Ильдар Черкесов. Свою неудачу красные объясняли просто на поле. Таким составом встретились первый раз. Мы предприниматели ведь все вместе не тренируемся. Мы все-таки каждый занимаемся своим делом. Ну каждый, конечно, занимается спортом, но по отдельности. А я так понимаю, команда соперников, она постоянно занимается спортом и, видать, хорошо футбол играет. Но я тут смотрю, пару игроков есть и со сборной Чувашии. Представители власти таким составом тоже собрались на поле впервые, рассказал руководитель агентства по поддержке малого бизнеса, игравший под 22 номером. Каково это поддерживать бизнес и играть против него сегодня? Власть оказывает всестороннюю поддержку бизнесу. Матч проходит очень динамично и интересно. В перерыве, на который ушли со счетом 3-1, в команде представителей власти царило приподнятое настроение. Как ощущения от матча? Самое только положительное, самое хорошее. Мы чемпионы! Карера! Мы реализовываем просто свои моменты, а соперники не все моменты реализовывают. Игра, в принципе, равная, но чуть-чуть преимущества у нас. Смотрите, мы сегодня видим очень многих людей с такой щетиной, с легкой небритостью. Это примета такая небритость? Ну, футболисты перед важными играми не бреются. И не только перед важными, перед всеми. После игры, пожалуйста. После игры, если меня встретить, уже буду чистой. То ли приметы не сработали, то ли красные под конец сыгрались. Окончился матч со счетом 5-5. Как ни банально, товарищеский матч закончился, а победа и дружба. Кстати, во время съемок ни один оператор не пострадал. Завтра в Чебоксарах состоится крестный ход. Он посвящен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Шествие начнется от Веденского кафедрального собора. В храме Рождества Христова пройдет божественная литургия и праздничный молебен. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова